МОГИЛЕВСКОМ ДЕКА ЗАВОДА КУЙБЫШЕВА В Академию искусств, затем в Афгик, после вновь вернулся в Минск. Более пяти лет работал артистом уличных театров в Санкт-Петербурге. Является артистом и режиссером творческого объединения «Артель комедиантов» и «Арт-проект» вместе. Юмор, скорее всего, отдушина в человеческой психике. Человеку необходимо снимать какие-то стрессовые ситуации жизненные. Для этого был придуман юмор. А для того, чтобы человеку обрести некое состояние жизнеутвержденности, устремленности, ему необходима положительная эмоция. В принципе, положительные эмоции, они являются действующей силой в жизни. И если бы их не было, то, я думаю, и жизни, наверное, и не было бы. Для того, чтобы рассмеяться, мне не нужно какой-то специальной ситуации, обстановки. Просто неожиданный взгляд вправо или влево. И смешных ситуаций огромное количество. Потому как, в принципе, вся наша жизнь сплошная игра. И просто, если посмотреть на эту игру по-детски, не так, как смотрят взрослые, то тут смешного очень много. Вот почему дети очень много смеются? Потому что они... Тут много факторов, конечно. Но один из самых, я думаю, основных факторов – это легкость восприятия. В принципе, любое действие, оно достаточно чудесное, как чудо. И оно достаточно смешное. Мне очень понравились его клоунады. Да, они как раз тогда, эти клоунады, строились на именно каких-то детских номерах. То же самое уже теперь классика «Низя». Это все взято именно от малышей-горшочников. У них вот эти словосочетания. Классика клоунады, она достаточно камерная. То есть это может быть где-то цирк, это может быть где-то эстрада. А у Полунина, у Славы, у него клоунада была такая уличная. То есть он показал, что необязательно иметь какое-то ограниченное пространство. Она может присутствовать везде. Она, в принципе, везде присутствует в нашей жизни. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау Сталкиваясь с разными учителями, режиссерами, они всегда говорили, смотрите внимательно вокруг. И вы увидите очень много не только смешного, но вы увидите поучительного. Просто нужно внимательно смотреть на окружающий мир. Когда встречаются два начала, они объединяются, и у них происходит творчество, истинное творчество, основанное на платформе создателя. Создатель создал платформу, вот вам территория, вот вам атмосфера, вот вам все необходимое для вашего творчества, только творите. И вот две противоположности встречаются и творят, и таким образом появляются дети. Ну, по глупости своей, эти двое считают, что дети – это их личная собственность. Ну, вот здесь они глубоко ошибаются, потому как все это было создано именно творцом, они только сотворили. И то, что они сотворили, оно само по себе уже самостоятельно, индивидуально, и никому не принадлежит. Отцы в большей степени свои, они считают детей своей собственностью. Если бы они изначально, когда ребенок приходит в эту жизнь, они изначально показывали ему мир, они навязывали. Было бы все совсем по-другому. Именно навязывая свои же принципы, свои ошибки, свои глупости, они формируют в ребенке свое подобие. А ребенок, сразу пришедший в эту меру, он уже изначально индивидуален. И поэтому возникают вот эти вот всевозможные недопонимания. Если человек понимает и знает, что вся жизнь строится именно на любви, то тогда для него многие вопросы отпадают просто. Но дело заключается в том, что человек подразумевает под словом «любовь». Ведь, опять же, я повторюсь, с эгоистической точки зрения, эгоисты придумали, что любовь – это наслаждение. Это получение удовлетворения от чего там? От пищи, от взаимоотношений, от каких-то там развлечений и так далее. И все под одну гребенку. Любовь – это совершенно другое. Как сказал один мудрец, я очень часто об этом говорю, что любовь – она безумная, ее не привяжешь к кому никак. Это то же самое, что попытаться не объять необъятное. Любовь – это чувство. И не страсть, не страстное чувство, а, скорее всего, умиротворенное. Когда ты чувствуешь единство со всем происходящим в этой жизни. В морозный день тебя обдувает колючий ветер. Но ты его принимаешь, не съеживаешься, а расслабляешься и принимаешь его. И тогда ты получишь истинное ощущение любви, то есть растворение в любви. Ребят, все достаточно просто. Вот подсказки, каким образом нам даны. Вот есть компьютер, да, ты открываешь монитор, включаешь компьютер. У тебя ничего там нету. У тебя там пусто. То есть пространство. И вот вы набираете программу и вкладываете в эту программу все, что вам необходимо. Чтобы вам это было интересно, чтобы это жило, чтобы это двигалось. Ну и придумываете принципы, которые управляют этой программой. Вот, ну, и вот представьте себе, что наша жизнь – это микроскопическая, даже, ну, сложно назвать, какого размера. Капелька, вот эта вот ваша программа, да, которую вы набираете, по отношению к нашей, в которой мы живем. Здесь все гораздо глобальнее. Нам дано изначально, вот как пишется в Писаниях, мы созданы по образу и подобию Бога. Задайте себе вопрос этот. Значит, кто мы, если мы созданы по образу и подобию Бога? И Он нам дал все. Первонаперво – любовь. Вот. И мы, живя в этом любви, в этом пространстве любви, мы можем творить. Другой разговор – что мы творим? И вот, находясь в этом пространстве, имея подсознательную программу, имея творчество, творчество нас начинает вести. Просто другой разговор, что у каждого свое творчество. Я тянусь к радости, я иду к радости, и мной управляет радость. Как мы это шутим, радость – это непобедимая сила. А еще радость – это такая зараза, от которой нет лекарств. Это ничто не победит радости. Если она есть, то она есть. Она, вот, когда она внутри, это как огонь. Я очень часто говорю, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не нужно делать добра. Люди сразу испугались. Я заканчиваю как бы фразу – не надо делать добра, нужно быть этим добром. И любое твое действие, твой поступок, твое измышление, оно будет соответствовать добру. А что такое добру? Это некий огонь внутренний. Ты как бы зажигаешь этот огонь, и где бы ты ни находился, где бы ты ни появлялся, он с тобой приходит. И людям от этого становится лучше. Мне говорят, Жан, ты такой зажигательный, зажигательный. Ну вот такое, оно как бы загорелось там внутри и уже не гаснет. Да, я могу внешне как бы быть уставшим, где-то быть поникшим, но это не значит, что у меня внутри погасло. Просто я в данный момент аккумулируюсь. Безвыходных положений не бывает никогда. Каждому человеку дается столько, сколько он может вынести. Выход из ситуации очень прост. Нужно просто остановиться. Остановиться и оглядеться, где я. Где я, где мои чемоданы. Шутка такая. Просто выйти из суеты. Есть такая программа «Стоп». Остановился и все. У тебя перезагрузка системы, и ты сразу находишь выход из положения. То есть, тебе кажется, ох, проведение какое-то. Тебе подсказало, как вот выйти из этого положения. Или появился человек, который подсказал. В большей степени нами управляют страхи. Вот с самого начала, вот мы говорили о детях, да? Ребенок приходит, он ничего не боится. Ничего не боится. И тут мы начинаем в него страхи всякие программировать, запихивать. Этого нельзя, это страшно, это ужасно. И он смотрит такими глазами, как где, что ужасно. И вот, формируя вот эти страхи, мы потом всю жизнь, всю жизнь, до самого ухода из этой жизни, мы боремся с этими страхами. Радость помогает нам избавляться от страхов. Мы на некоторое время об этом забываем. Дед Мороз! Дед Мороз! Хорошие! Иду, 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 иду! Иду, 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 иду! Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, малыши карандаши, карапузы, ой, хороши. Ну, ребятки, Новый год на носу уже, понимаешь ли. А что ж вы-то письма Деду Морозу не пишете на деревню дедушки, а? Пишем, пишем. Что-то вы-то пишете, долго пишете. Вот как наши ученые пытаются разобраться, из чего состоит клетка, как она работает, как устроены мироздания. Это, знаете, как называется? Я это называю таким образом. Вот у нас есть жизненный путь, по которому мы идем. И тут слева говорят, ой, а ты знаешь, что в тебе огромное количество клеток. И ты так повернулся, да, и ты уже отвлекся от своего пути. И вот мы начинаем отвлекаться на всевозможные интересные темы. На самом деле, проходит какой-то промежуток времени, мы понимаем, что это тело нам уже неинтересно. Такое ощущение, что я ее знал. Так вот, дело заключается в том, что все, что есть, было и будет, оно все есть. Нам дано творчество. Мы должны творить, а не отвлекаться. Я это называю так. Не делите неделимое. То есть не надо ковыряться в том, чем не надо ковыряться. У вас есть ваша задача. Вы есть человеки. Вы есть люди. Вы есть творцы. Вы должны творить и создавать. Во имя его и во благо. Во благо жизни. Каждый сам определяет, какое это благо и какая это жизнь. Если ты эгоист, то, естественно, ты будешь балдеть. А если ты творишь, то ты будешь творить.